как одинаковые следы динозавров оказались на разных континентах. Представьте себе, обычный рабочий день, карьер в Оксфордшире, Англия. Водитель экскаватора Гэри Джонсон расчищает глину, и вдруг его машина натыкается на что-то странное. Кочка? Нет, это огромный след, который не мог оставить ни один современный зверь. Затем он замечает ещё один след и ещё один. Вскоре перед ним открывается целая тропа, словно кто-то гигантский прошагал здесь миллионы лет назад. И Гэри был прав. Это следы динозавров, оставленные 166 миллионов лет назад, в середине юрского периода. Но это лишь начало истории. Потому что такие же следы, почти идентичные, были найдены за тысячи километров, в Бразилии и Камеруне. Как это возможно? Давайте разберёмся в этом удивительном открытии, которое меняет наше представление о динозаврах, тектонике плит и Древней Земле. Следы, которые рассказывают истории. Начнём с Оксфордшира. В июне 2024 года учёные приступили к раскопкам в карьере, где Гэри обнаружил свои следы. Всего здесь нашли около 200 отпечатков, разбросанных на участке длиной почти 500 футов. Это не просто ямки в земле, это настоящие окна в прошлое. Следы принадлежат разным видам динозавров. Четыре тропы оставлены гигантскими травоядными зауроподами, а одна – платоядным мегалозавром. Зауроподы, эти колоссальные создания, достигали 60 футов в длину. Представьте два лондонских автобуса, поставленных друг за другом. Их следы напоминают отпечатки слонов, только в разы больше. А вот следы мегалозавра – трёхпалые, похожие на те, что мы видим в мультфильмах про динозавров. Они говорят о том, что эти хищники могли не только ходить, но и бегать. Почему эти следы так важны? Они дают нам информацию, которую не получить из костей. Кости рассказывают о строении тела, но следы – о поведении. Как быстро двигались динозавры? Как они взаимодействовали друг с другом? В какой среде жили? В Оксфордшире, 166 миллионов лет назад, местность была тёплой лагуной с мягким и листым грунтом. Динозавры бродили по этой грязи, оставляя отпечатки, которые позже засыпал мощный шторм, сохранив их в идеальном состоянии. Это как природный трёхмерный принтер, запечатлевший момент из юрского периода. Учёные использовали передовые технологии для изучения находки. 20 тысяч фотографий и трёхмерные модели, созданные с помощью дронов. Это позволило не только сохранить следы в цифровом виде, но и проанализировать их с невероятной точностью. Например, расстояние между следами зауроподов говорит о том, как они передвигались. Неспешно, но уверенно, словно живые танки. А следы мегалозавра намекают на его манёвренность, возможно, даже на охоту. Одинаковые следы через океан. Теперь перенесёмся на другой конец света. Через несколько месяцев после находки в Оксфордшире Учёные обнаружили более 260 следов динозавров в Бразилии и Камеруне. В местах, разделённых 3700 милями и целым Атлантическим океаном. Эти следы поразительно похожи. Одинаковый возраст, около 120 миллионов лет. Похожая форма и даже тип грунта, в котором они сохранились, совпадает. «Как такое возможно?» Ответ кроется в истории Земли. Миллионы лет назад наша планета выглядела совсем иначе. Континенты, которые мы знаем сегодня, были частью суперконтинента Гондваны. Северо-восточная часть современной Бразилии и территория Камеруна были соединены узким сухопутным мостом. Динозавры свободно перемещались между этими регионами, оставляя свои следы в мягком или речных долин. Около 140 миллионов лет назад Гондвана начала раскалываться, и между Южной Америкой и Африкой стал формироваться Атлантический океан. Реки и озеро заполняли новые впадины, а следы динозавров, застывшие в этих осадках, сохранились по обе стороны океана. Большинство найденных отпечатков принадлежат трёхпалым тероподам, хищникам вроде мегалозавра, а также зауроподам и орнитоподам, которые были травоядными. Растения, покрывавшие эти долины, обеспечивали пищу для травоядных, а те, в свою очередь, поддерживали пищевую цепочку, привлекая хищников. И листый грунт, как и в Англии, сыграл ключевую роль в сохранении следов. Это словно природа решила оставить нам подсказки, разбросав их по разным континентам. Шотландия. Динозавры у водопоя. Но история следов динозавров на этом не заканчивается. На шотландском острове Скай, в местечке Принц-Чарльз-Пойнт, учёные нашли ещё 130 отпечатков, датированных примерно тем же временем – 167 миллионов лет назад. Здесь картина становится ещё более живой. Следы показывают, что хищные мегалозавры и их травоядные жертвы делили одну и ту же территорию, собираясь у мелководных лагун, как современные животные у водопоев. Представьте, огромные зауроподы, в три раза крупнее слонов, мирно бродят по элистому берегу, а рядом крадутся мегалозавры, высматривая добычу. Это сцена из настоящего юрского парка, только без спецэффектов. Эти находки позволяют учёным воссоздать поведение динозавров. Например, анализ следов показывает, как они распределяли вес, как двигались и даже, возможно, как взаимодействовали друг с другом. Были ли зауроподы стадными? Охотились ли мегалозавры в одиночку или группами? Ответы на эти вопросы скрыты в расположении и глубине отпечатков. Млекопитающие и светлячки – неожиданные герои. Но динозавры – не единственные звёзды этой истории. На острове Скай учёные нашли нечто ещё более удивительное. Два почти полных скелета ранних млекопитающих, живших среди динозавров. Эти крошечные существа, размером с землеройку, жили около семи лет. Невероятно долго для таких малышей. С помощью рентгеновского сканирования учёные заглянули внутрь их зубов, словно в годичные кольца дерева, и узнали, что молодой особе было уже два года, но её зубы ещё не сменились на взрослые. Это говорит о том, что млекопитающие юрского периода развивались медленнее, чем их современные потомки. Эти находки переписывают эволюцию млекопитающих. В мире, где правили динозавры, эти маленькие создания прокладывали путь для будущих кошек, китов и даже людей. А в Аргентине учёные обнаружили челюсть крошечного планирующего млекопитающего размером с бурундука, с уникальными зубами, приспособленными для пережёвывания растений. Это первая подобная находка в регионе, и она показывает, что экосистемы мезозоя были гораздо сложнее, чем мы думали. И ещё одна неожиданная находка – светлячок, застывший в янтаре 99 миллионов лет назад. Это второй случай обнаружения светлячка мезозойской эры. Мягкие тела этих насекомых редко сохраняются, но этот экземпляр доказывает, что светлячки начали светиться ещё 100 миллионов лет назад. Их светящиеся животы почти не изменились с мелового периода. Представьте, динозавры, возможно, смотрели на мерцание светлячков в ночном небе, как мы делаем это сегодня. Аргентина – последние дни динозавров. И, наконец, перенесёмся в Аргентину, где учёные изучают, что происходило с динозаврами перед падением астероида, уничтожившего их 66 миллионов лет назад. Большинство данных об этом катаклизме мы знаем из Северной Америки, где жили тираннозавры и трицератопсы. Но в Аргентине нашли кости гидрозавров – редких динозавров для Южной Америки, а также окаменелости целого стада разных возрастов. Это говорит о том, что динозавры жили группами, возможно, семьями. Находка челюсти млекопитающего и когтя-хищника в том же карьере показывает, что экосистема была богатой и разнообразной. Учёные задаются вопросом, вымирали ли динозавры постепенно до падения астероида, как это, возможно, происходило на Севере? Или катастрофа застала их врасплох? Ответы на эти вопросы могут перевернуть наше понимание концами зазоя. Почему это важно? Все эти открытия – от следов в Оксфордшире до окаменелостей в Аргре – не просто кости и следов. Это истории о жизни, о движении, о выживании. Они напоминают нам, что Земля – это динамичная планета, которая постоянно меняется, и каждая находка – это кусочек пазла, который помогает нам понять их место в этой огромной истории. Так что, если вы хотите заглянуть в прошлое и увидеть их, живших в лагунах, или как крошечные млекопитающие прятались в траве, следите за новыми очами. Может быть, следующая находка перевернет всё, что мы думаем.